Микс Ньюс. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Начинаю работу в прямом эфире руководители клиники Йоршевича, сам Эдуард Йоршевич, доктор медицинских наук. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну вот как раз январь этой возможности чуть-чуть глянуться назад, посмотреть, каким был годом, может быть, и для вашей клиники, для вашего центра. Каким он был вообще? Как развивается сейчас ваш центр? Может быть, несколько слов о развитии пластической хирургии. Ну, наш центр занимается не только пластической хирургией, но и эстетической медициной. Я должен сказать, что медицинская наука не стоит на месте. И мы, как врачи, которые не только, ну, так скажем, работаем, но и участвуем в международных конгрессах и подчеркиваем новые новшества, новые разработки, новые технологии. То есть, наука вам тоже не чужда? Конечно. И внедряем себя в клиники, как в хирургии, так и в эстетической медицине, в дерматологии, в лазерных технологиях. И должен сказать, что сегодня огромное направление, которое мы ввели достаточно на очень хорошем уровне, это на стыке пластической хирургии и дерматологии, это пересадка волос. Это очень серьёзное направление, причём по самым современным технологиям. И должен сказать, что результаты действительно очень обнадёживающие. И самое главное, что при этой технологии, сегодняшней, самой современной, которая применяется, не делается разрезов, как раньше. Раньше же делали разрез, разделяли кожный лоскут на фолликулы. А сейчас, фактически, можно сказать, даже на большом увеличении не делается никаких разрезов. На большом увеличении доктор забирает каждый волосок отдельно. Во-первых, не травмируется таким образом донорская зона. И потом производится пересадка тех участков, которые нужно и нуждаются пациентам. Но это в основном эстетическая хирургия. Это эстетическая, конечно. Это стык эстетической хирургии и дерматологии, наверное. Это из самого нового, что введено в клинике. И эффективно. Это очень эффективно. И самое главное то, что, ещё раз подчеркну, что донорская зона не травмируется. Это очень важный момент. Ну и, конечно же, лазерные технологии. Донорская зона, те, кто не медики, чтобы было понятно, это то часть, от которой волосы берутся. Совершенно верно. Да. И если говорить ещё о новых, так сказать, введениях, это новые разработки лазерного оборудования, которые как только появляются, более точная длина волны. А мы знаем, что если селективность и эффективность работы лазера зависит от чёткости длины волны, то есть на поглощение тканей определённых. Мы тоже получили новый лазер от Эсклепиона. Они нас ставят в известность о новых разработках, потому что у нас есть весь парк самых точных лазеров, которые сегодня есть в мире. Это немецкие лазеры Эсклепиона. Вот. И это вот из такого нового. А что касается такой нашей повседневной работы, конечно, мы проводим достаточное количество как эстетических, так и реконструктивных операций. Нами была сделана уникальнейшая операция. Одна из таких тем, которых многих, наверное, будет интересовать – это реконструкция молочной железы. Так вот, нами была сделана операция с использованием микрохирургической техники, когда мы мягкие ткани в области живота, низа живота, на сосудистые ножки, на нескольких сосудов перенесли в зону, где не хватает молочной железы. Это сложная операция. Длительная, долгая. Ну, это не очень длительная. У нас она заняла где-то порядка пяти часов. Более того, орган, который был потерян в результате заболевания у пациентки, а вторая молочная железа, она достаточно большая. И нам пришлось сразу одномоментно и восстановить той, которая утрачена, сделать симметричную ту, которая осталась здоровая. Ну, естественно, этот фартук живота у неё ушёл, и у неё получилось как бы три операции за один раз. То есть, пластика живота, формирование молочной железы. Это под общим наркозом. Конечно. Да, и какая прелесть этой операции в том, что женщина, которая перенесла эту операцию, когда она уже пришла на контроль через три месяца, мы спрашиваем, ну как? Она говорит, знаете, она мягкая, она тёплая. То есть, она такая же, как у неё была, потому что по мягкости жировая клетчатка на животе очень похожа на... Вот тогда всегда возникает вопрос. Это вроде бы и эстетическая хирургия, в то же самое время и не только, да? Это лечебно. Это лечебное, конечно. Это что-то даже большее, да? Это, вы знаете, вот было... Конечно, нам было очень интересно посмотреть, как всё это будет... Фактически для Латвии это, наверное, была одна из первых. Ну нет, ну в такой комплексе большом, наверное, да. Но в частной клинике точно, и когда делается одномоментно и здоровая, и больная, ну, наверное, это была одна из первых операций. И, конечно, когда мы посмотрели глаза этой женщины, которая пришла, ну, хорошо одета, у неё как бы никаких... Она вообще из Латвии? Она сама из Латвии, но живёт сейчас в Европе. Вот, конечно, она была просто счастлива. Она так нас обняла, что у неё слёзы на глазах и говорит, я самая счастливая. Ну, это правда, так и было. Вот. И ещё одна была операция у нас уникальная, тоже произведена, тоже реконструктивная, связанная с молодым человеком, который потерял орган, оплавой орган в результате заболевания. Не травмы, а именно заболевания. У него было заболевание. Ну, и... Онкология какая-то. Да, значит, и пришлось ему перенести достаточно серьёзную операцию, и эмоционально, конечно, большая травма. И через год после этой перенесённой операции, вот мы в прошлом году, если вот как раз мы говорим о результатах прошлого года, сделали действительно уникальную операцию, восстановили, полностью восстановили, тоже с использованием микрохирургической техники, из собственных тканей, причём с реиннервацией, что после заживления у него будет и работать полочлен, как у всех нормальных мужчин. То есть, это очень серьёзная работа, и я думаю, что... Тяжёлая операция была. Это тяжёлая операция, но она, конечно, имеет очень большие перспективы у таких пациентов, это безусловно. Ну, и, конечно, мы оперируем достаточно большое количество функционально-эстетических операций на носу, на веках, ну, и на других участках тела. Хорошо, что вы это упомянули, потому что, ну, есть же всегда какие-то стереотипы, да, вот если говоришь там с людьми, они говорят, ну, почему-то воспринимается частью общества, что вот пластическая хирургия или эстетическая хирургия – это какой-то удел очень богатых людей, вообще недоступный, ну, скажем так, среднему классу, да. На самом деле это не совсем так. Совершенно верно. Вы знаете, вот действительно стереотип какой-то, может быть, у некоторых людей и есть. Ну, я должен вам сказать, что доступность этих услуг не только там в эстетической, скажем, направлении, да, но и в реконструктивной хирургии, ну, я больше, чем уверен, что огромное количество людей, если они нуждаются в этой операции, они могут себе это позволить. То есть это не что-то запредельное совершенно? Конечно нет. Ну, цены отличаются, там, не знаю, от американской, там, от германской? Вы знаете… Приблизительно, я понимаю, что это все очень относительно. Вы знаете, я могу вам сказать, все зависит от клиники, от доктора, от тарифов, там, в какой стране работают и так далее. Ну, я могу сказать, что, я думаю, я думаю, что цены, там, скажем, в Америке будут выше. Хотя, я думаю, что то качество, которое мы предоставляем за те деньги, которые у нас, оно будет не хуже. Не хуже. Потому что у нас много пациентов приезжает из Европы, там, скажем, из той же Германии. То есть работает в этом плане экспорт медицины? Он работает? Вы знаете, я думаю, что мы уже работаем в оказании экспортной услуги очень давно. Просто мы уже, как бы, может быть, не совсем следим, но вот этот медицинский туризм, который так на слуху, мне вообще не нравится это слово. Само слово «туризм» как-то не очень. Да, потому что, ну, как-то медицина – медицина, а туризм – туризм. Это не совсем правильный термин. Люди ведь не просто, проходя мимо Старой Риги, решили пропилироваться. Да, забежали к нам. Забежали, да. Поэтому, понимаете, здесь, наверное, всё-таки это оказание медицинских услуг в специализированной клинике, и многие люди едут, причём там из Франции приезжают, из Германии приезжают, из Испании приезжают. То есть, Европа и Скандинавия достаточно активно приезжают и получают качественную услугу, может быть, немножко дешевле, чем там у них на родине, так скажем, да? Да. Вот говоря ещё, может быть, о эстетической хирургии, тоже многие считают, ну, это в основном эстетическая хирургия, потребность, наверное, для звёзд шоу-бизнеса. Ну, у них сама профессия обязывает, не знаю, эффектно выглядеть. И тогда, на самом деле, я так понимаю, по вашему опыту, вы можете сказать, что это совсем не только шоу-бизнес, да? Вы знаете, ну, конечно, раньше, может быть, так оно и было, да? Когда… Ну, в 90-е годы, да. Ну, и раньше, когда там на весь… Ну, тогда ещё в Советский Союз было там пару учреждений, ну, так скажем, только в столицах республик, да, там, ну, сколько, 15 республик, там, ну, наверное, не в каждой был там институт красоты. Но сейчас немножко это изменилось, конечно, да. Да, и я ещё раз скажу, что доступность этих услуг и операций и финансово, и, ну, так, по потребностям у людей вырос. И нельзя сказать, что только вот там известные люди, политики, там, деятели искусства оперируются. У нас оперируются обычные люди. К нам приходит достаточно много пациентов, скажем, ну, с самыми такими простыми вещами, когда мужчина едет за рулём и говорит, чтобы мне посмотреть в сторону, мне мешает там складка века. Самая банальная такая история. Казалось бы, да. Казалось бы, да. Она эстетическая или медицинская. И то, и другое, по-моему. И то, и другое. Поэтому мы называем это функционально-эстетической операцией, да, потому что это кожная складка или это не век, кожа век, да, которая закрывает шторкой фактически. Это уже медицинская, он уже плохо видит. Да, он закрывает. Нет бокового зрения. Совершенно верно. Нарушение бокового зрения. И убрав, вот, сделав блефропластику. А это довольно распространённая вещь. Это очень распространённая. И убрав эту складку, человек, во-первых, лучше видит, комфортнее себя чувствует и выглядит лучше. Понимаете? Вот, вот, вот и всё. И эти операции действительно абсолютно доступны. Это правда. И в принципе, я так понимаю, что и здоровье позволяет, может делать и в таком возрасте уже за 60 условно. Конечно. Сейчас, конечно же, при любой операции, которая выполняется в любом лечебном учреждении, ну и у нас в том числе, проводится полное обследование по определённому стандарту. И если мы не видим противопоказания, почему мы должны отказывать пациентам, если ему это показано и он может себе это позволить? Ну, в принципе, это очень хорошее замечание, что если есть противопоказания, вы открыто об этом говорите и отказываетесь от операции. Чтобы не воспринималось это, что это какая-то там фабрика. Вот, пришёл, клиент, надо. Значит, я могу вам сказать, что безопасность пациентов – это самое главное. Мы должны быть уверены, что человек готов, и у него нет противопоказаний для проведения такой операции. Это на первом месте. Всё остальное – потом. Это к вопросу, потому что пытаются говорить, вот, коммерциализация, там, медицина и так далее. Вы знаете, вот принцип, в котором я живу всю свою жизнь, медицинскую жизнь, а это с 87-го года… Не навреди, наверное. Ну, во-первых, не навредить, и, во-вторых, ну, быть уверенным, что этот человек, он перенесёт операцию, и эта операция принесёт ему удовлетворение или исцеление. Мы должны всегда об этом помнить. Да, вот привёмся буквально на пару минут на рекламу, потом вернёмся в студию, не переключайтесь. Микс Ньюс. Да, мы продолжаем работу в прямом эфире. Эдуард Юшевич, хирургитель клиники доктора Юшевича. Вот мы говорим, действительно, о развитии эстетической хирургии и пластической хирургии. Вот я понимаю, что, может быть, нет таких статистических данных. Тем не менее, вот по вашему опыту, чаще всего всё-таки, с чем приходят люди? Ну, не знаю, реконструкционная молочная железа у женщины на первом месте, да? Или так уже сейчас сказать? Ну, вы знаете, сказать действительно очень трудно, но так как я занимался, занимаюсь такой достаточно серьёзной наукой в хирургии лица, то, конечно, ко мне приходит очень много пациентов именно за этим. Мы у себя в клинике очень много, ну, по возможности, конечно, много оперируем лица. Это может быть и после травм, к примеру, не только для красоты, да? Ну, не только, и там новообразования некоторые на таких местах, когда нужно сразу делать реконструкцию. И эстетическое при потозировании лица, при возрастных изменениях мягких тканей лица. То есть, это моя докторская диссертация. Радикализм и безопасность. То есть, мы выполняем эти операции по технологии, разработанные нами, как целое направление, органосохраняющих лифтингов. Они позволяют сохранить внешность. Что очень важно. Это очень важный момент. То есть, фотографию на паспорте срочно менять не надо, да? Ну, только если по возрасту. Да, это понятно. Но человек будет узнаваем точно. И, кстати, паспорт тоже некоторые меняли. И даже некоторые были сверки по фотографиям, да и после. У нас такое тоже было в клинике. Ну, это уже не наша прерогатива, а других органов. Да, естественно. Вот. Значит, очень важно то, что при органосохраняющем лифтинге достаточно быстрый реабилитационный период. Потому что все анатомические структуры лица, перфорантные сосуды, поверхностномышечный аппарат лица, сохраняются полностью. Нет повреждения анатомической целостности. При этом мы возвращаем поверхностномышечный аппарат лица, то есть, это глубокие структуры лица, в том положении, в котором мы никогда-то были. То есть, во время, ну, так скажем, нашей жизни происходит опущение, то есть, связки, которые держат поверхностномышечный аппарат лица, он выпускается. Они растягиваются. Конечно, это биология, это гравитация. И мы для того, чтобы сохранить лицо и те анатомические особенности, и те внешние признаки, которые присущи каждому человеку, мы весь этот комплекс поднимаем и фиксируем в том положении, в котором он был. И не выше. То есть, возвращаем на исходную позицию. И тем самым возвращаем съехавшие или опустившиеся ткани в то положение, в котором они должны быть. То есть, да, это очень ваше замечание, потому что кто-то может сказать, ну, приводы невозможно обмануть, ну, условно говоря. И человек, которому, там, не знаю, 50 лет, вы его, наверное, вряд ли сделаете 20-летний, может быть, это и не надо. Безусловно. То есть, понимаете, есть вообще разные школы пластические, эстетической хирургии лица. И мне пришлось и повезло в своей жизни, ну, увидеть разные школы. И, там, скажем, бразильскую школу, американскую школу, которые хотят, несмотря ни на что, значит, сделать максимальное изменение, как бы, вымоложение. Но получается то, что и меняется немножко и внешность. И европейская школа, которая говорит о том, что не нужно, наверное, слишком суперрадикальных изменений внешности, потому что человек будет чувствовать дискомфорт. И я могу вам сказать, что огромное количество пациентов, которые ко мне приходят, я не знаю, как у других докторов, первый вопрос, который они задают, а не поменяюсь ли я? Да. Так вот, я могу вам сказать, что нет, не поменяйтесь. Конечно, есть реабилитационный период после операции, нужно его пережить. Он не такой длительный, но тем не менее. Ну, какую-то недельку-другую, наверное. Ну, недели две-три, но если мы говорим о комплексном умоложении лица. Но человек не поменяет внешность. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что это органосохраняющая операция. Мы воспринимаем лицо как орган, который имеет свои функции, он имеет свою систему кровообращения. И вот, чтобы это всё сохранить, есть определённые технологии, которые мы в своё время разработали. Это ещё раз подчеркну моя докторская диссертация, которой мы и пользуемся. И сегодня меня приглашают читать лекции именно по органосохраняющему лифтингу. Потому что тенденция в эстетической хирургии, если говорить про эстетическую хирургию сегодня, это сохранить те особенности лица, но и омолодить одновременно. И вот это как раз та технология, которая это позволяет сделать. На пациент это такой самый распространённый вопрос, который вертится на языке, наверное, у любого, кто решился это сделать. Как надолго это будет? Я понимаю, что в медицине, наверное, не дают гарантии, это же не автомобиль. Но тем не менее, вот человек там сделал операцию, 50 лет, условно говоря. Значит ли это, что 55 ему надо будет задумываться о новой такой операции? Вы знаете, это действительно вопрос тот, который задают. Значит, по опыту. 10-15 лет. Всё-таки это работает, если так можно. Да, это работает, это работает. И сейчас я, ну, в силу, так скажем, возраста, опыта, вижу тех пациентов, которые ко мне приходят повторно. Я, конечно, их очень анализирую. И анализирую ту картину, которую я видел тогда, когда я оперировал. В крайнем случае, вы можете, наверное, посмотреть какие-то фотографии. Ну, безусловно. И то, что я вижу сейчас. Я могу вам сказать, что, да, действительно, мы были абсолютно правы, что внедряли вот этот органно-сохраняющий лифтинг. Потому что люди, они приходят на вторую операцию для того, чтобы выглядеть точно так же, как они выглядели там 10-15 лет назад. У меня сейчас приезжала моя одна пациентка давняя, которую я оперировал 18 лет назад. 18 лет назад. Ей сейчас 69 лет. Я ее прооперировал. Было 51, получается, да? Вы знаете, ну, она улетела на шестой день уже в Америку назад. В Америке живет. В Америке живет, да. Она сама уроженка отсюда, но живет в Америке очень давно. И мне прислала на фотографии там 4 или 5 месяцев после операции в 69 лет. И я, когда там делал презентацию, я, ну, так скажем, ну, для себя поставил там 51, когда она у меня была. Там она приезжала ко мне на контроль что-то 5 или 6 лет после операции. И потом 18 лет. И сейчас она мне прислала свою фотографию. Вот я могу вам сказать. Она в 69 лет сегодня выглядит точно не хуже, чем как она ко мне пришла в 51. А ей уже скоро будет юбилей, условно говоря. То есть, фактически, вы можете студентам проводить опрос. Скажите, сколько лет этому человеку, да? Да. То есть, я хочу сказать, что это действительно работает. И работает достаточно длительно. И внешность человека, она не меняется. Ну, конечно, черты меняются, кожа меняется. Биологически, конечно, мы все равно стареем. Но вот эта технология органо-сохраняющего лифтинга, она позволяет нам делать эту операцию в достаточно быстром революционном периоде. Ну, представьте, 69 лет, она на 6 или 7 день улетает в Америку. Там перелет сколько, да? Она позволяет нам делать эти операции 2-3 раза в течение жизни. Без ущерба. Ущерба внешности и на длительный очень срок, понимаете? Это очень серьезная... Но это, в принципе, достаточно щадящая операция. Это щадящая операция. Я же говорю, что она сохраняет много структур, анатомических структур в нетронутом виде. Да? И это, конечно, технология, которую сегодня действительно внедряют очень многие клиники. Я еще раз повторюсь, что приглашают проводить мастер-класс. Вот сейчас в марте поеду в Европу читать мастер-класс. Мы в этом плане на уровне не отстаем, да? Ну, я думаю, что точно не отстаем. Вот, наверное, тот же вопрос, который пациенты задают. Все-таки есть... Ну, хорошо, ладно, если человек из-за границы, это понятно. Если человек из Латвии, нужно ли ему находиться, так сказать, в клинике? Ну, вот, до операции и после... Нет, значит, обследование проводится амбулаторно за 2-3 недели до операции. То есть, обследование должно быть свежее. Вот. Чтобы понять вообще состояние... Ну, конечно, мы же должны понимать. Если какие-то есть вопросы, предварительно осмотр анестезиолога обязательно. Если все хорошо, то непосредственно перед операцией анестезиолог очень подробно объясняет, какой вид анестезии, что будет, как нужно себя вести, ну и так далее. Значит, у нас в клинике последнее слово не за мной, если мы говорим про хирургию, а за анестезиологом, который отвечает за безопасность пациента. Он говорит, да. Он говорит, будет операция или нет. Это закон. И бывает так, что когда анестезиолог говорит нет? Бывает. И тогда вы говорите нет? Нет. Нет, но мы тогда объясняем почему. И я могу вам сказать, что очень многие пациенты нам очень благодарны за это, потому что они узнают некоторые вещи, которые они не знали до этого. Ну, им показалось, что они практически здоровы. Да, да. Ну, представьте, приходит пациентка на операцию. Вроде бы она обследована, вроде бы все хорошо. А у нее давление там 180-200. Ну. На минуточку, да. Конечно, можно медикаментозно там сбить давление, там прооперировать и все. Но ведь с точки зрения медицины это неправильно. Мы никогда не переступим закон медицины, и, конечно же, операция не будет сделана. И вы так ей объясните? Безусловно. Потом пациент идет к кардиологу, потому что ожидание операции или сама операция – это стресс. Ну, представьте себе, если у нее перед операцией там 180 или там 200, да? Что будет после. Конечно, ну, ничего хорошего. Там и гематомы, и все что угодно. Зачем? Если человека подготовить до операции, уже как бы в плановом порядке, нормально подготовить медикаментозно, с кардиологами, спокойно можно… Стабилизировать уже давление. Стабилизировать давление и спокойно оперировать без риска для пациента. И бывает, что так потом возвращается пациент. Они все приходят потом, и они очень рады и благодарны нам за то, что мы ее не взяли тогда. Хотя она настаивает. Иногда, да. Конечно, они же настаивают на операцию. Вот. Я еще раз скажу, что мы никогда не переступим законы медицины, и такие случаи, к сожалению, бывают. Но действительно пациенты потом возвращаются, благодаря от нас за то, что вот действительно была проблема. Бывает, там, когда приходят на операцию, говорят, что это мне как-то вот… Мы прямо перед операцией дело на вследном, подключаем к монитору, смотрим сердечные ритмы. Тоже бывает. Если там немножко нарушается тоже от волнения, да, конечно же, тоже не надо. Зачем? Нужно рисковать при этом. Мы должны быть уверены, что у пациента после операции никаких проблем-то не будет. Зачем нужно, да. Это же операция не для того, чтобы потом… Откачивайте, словно. …заниматься лечением. Это операция для комфорта. И нужно делать всегда по всем правилам медицины. Можно ли говорить о том, что фактически вот ваша клиника уже развивается как такая многопрофильная, что это не только, вот, не знаю, эстетическая и пластическая хирургия, но вы говорили, что и обследование происходит, другие специалисты подключаются. Ну, безусловно, у нас проводятся и обследования, и у нас проводятся компьютерные исследования, особенно костно-лицевые, когда проводятся операции на органах, да, функционально-эстетические, ринопластики. Когда нарушение дыхания, носового дыхания – это же огромная проблема. И, конечно, эти все обследования, слух. У нас, кстати, внедрена микрохирургия уха. Такие операции. Да, возвращение слуха тоже. То есть у нас достаточно многопрофильная. И по обследованиям, конечно, мы не можем соперничать, и у нас нет такой задачи там с Галлизерсом, да, но те обследования, которыми мы занимаемся, у нас действительно на очень высоком уровне. Это и парктологические исследования, гинекологические исследования. У нас очень хорошие гинекологические кабинеты, хорошие специалисты, которые делают сразу и диагностику, и ультразвуковую диагностику, и как лечение, так и функционально-эстетические операции у женщин после родов там, ну и не только. Да, парктологические операции, банальные там геморрой и многие-многие другие. Так что в этом плане достаточно широко. Ну, нельзя забывать ещё и онкодерматологию с диагностикой кожи, причём с диагностикой не просто там дерматоскопом, а очень серьёзными исследованиями с последующими операциями, если нужно, и гистологическими, и гистохимическими исследованиями. То есть, кито меланому и так далее. Безусловно, если есть какие-то подозрения, наши дерматологи, сразу мы, хирурги, подключаемся и делаются глубокие исследования, гистохимические исследования у нас, конечно же, есть заключённые договоры с специализированными учреждениями, которые это делают. Конечно, а как же. Потом, ну, что касается косметологии, такой чисто косметологии, да, у нас есть направление реабилитации после операции и лечения таких косметических проблем. Но всё-таки нужно сказать, что у нас клиника занимается больше лечебной дерматологией или лазерной дерматологией, то есть инструментальные методы. Это акне, например. Это очень серьёзная проблема. Мы делаем фотодинамическое лечение, наверное, единственное в Латвии. Да, с хромоформами, там, со всеми. Какое безболезненное. Это, ну, это такая очень серьёзная процедура дерматологическая, имеет действительно огромный потенциал и действительно очень эффективная. У нас есть в клинике подбор индивидуальной косметики, например, для человека. Потому что если дерматологи делают анализ кожи, они видят, что каких-то ингредиентов не хватает, и мы можем прямо конкретно для каждого пациента подобрать конкретную ингредиенты и предоставить ему лечебную косметику. Очень важно, может, иногда бывают и аллергии, и все остальные вещи. Ну, понимаете как, вот многие фирмы, да, действительно очень известные, у них есть там набор для подглаза, там, для ночной, там, дневной и так далее. Ну, там стандартный набор, да, определённых, так сказать, медикаментов, ну, так будем говорить, или химических агентов. Но не всем они нужны. А может быть нужен какой-то медикамент, который будет убирать, скажем, сосудистую сетку. Такое избирательное. Избирательное, да, и специально добавляется в этот вот индивидуальный, так сказать, крем именно вот этот ингредиент в большом, большой концентрации или наоборот в маленьком. Это был соответствующий эффект. Конечно, что был эффект, и это у нас делается в клинике. Это тоже одно из новых направлений такое вообще в дерматологии. Да, и это разработки очень серьёзные, и мы пользуемся, очень активно пользуемся, и наши пациенты очень удовольны, это правда. Удаётся ли вам такой, может быть, последний вопрос, удается ли вам удержать персонал? Я почему говорю, потому что сегодня все в любой сфере предпринимательской деятельности говорят, что не хватает специалистов. Естественно, не хватает, в том числе, и медиков. Вы знаете, у нас сложившийся очень коллектив. Годами, да? Ну, конечно, мы вот уже несколько лет назад отметили 25-летний юбилей клиники, и у нас текущесть кадров очень низкая. Могу сказать, что у нас, наоборот, к нам хотят прийти, потому что условия работы достаточно хорошие. Мы свой персонал очень ценим. И, конечно, всегда есть какая-то потребность, но я могу вам сказать, что текущести нет. У нас достаточно стабильный коллектив, и я очень рад, что мы живём очень дружно, и в операционной, и в стационаре, и в дерматологии, и в амбулаторной части. Но я знаю по многим, действительно, своим коллегам, что есть проблемы. Но сегодня у нас этот вопрос решён. Вот, может быть, такой последний вопрос. Ваш прогноз, всегда, наверное, тяжело строить прогнозы, тем не менее, учитывая ваш опыт, будет ли частная медицина ещё в Латвии развиваться? Потому что одно время были даже инициативы от отдельных, ну, укрытелей, амбулаторий, частных уже клиник, что надо создать какую-то больницу частную. Потому что, ну, сейчас по существу у нас какой-то такой большой больницы частной нет. Ну, вот, если говорить про частную больницу, я могу сказать, что у нас она как раз-то есть. Вот, я к этому и веду. Она может быть небольшая, но она... Да, но она компактная. У нас есть и стационар, и оперблок на три операционных, и оснащённых по полному, по последнему слову... Всё есть. Всё есть, точно. Аппараты искусственные... Ну, конечно, ну, конечно, ну что. У нас есть амбулаторная хирургия, амбулаторное звено. То есть, это уже есть частная клиника. У нас есть дерматология, у нас есть диагностическая, ультразвуковая, гинекология. То есть, её больницы можно вполне назвать, да? А она имеет такой же сертификат, как и больница, другая. Только она компактная. Хотя она не такая маленькая, на самом деле, да? Совсем не маленькая, да. Да, но, конечно, мы не можем соперничать с какими-то большими клиническими больницами. Ну, вам не надо, у вас совсем... Но если говорить, отвечать на ваш вопрос, я думаю, что потребность Латвии, хотя население всё-таки у нас не такое большое, как мы хотели бы иметь, всё равно потребность в частной медицине возрастает. И я убеждён, что частная медицина, она будет востребована, и она будет развиваться, и она будет развиваться, потому что всё-таки количество медицинских учреждений государственных, как бы мы этого ни хотели, она сокращается. И возможности, к сожалению, государства тоже не увеличиваются, как мы видим, да? Ну, в том числе. Может быть, если говорить, так скажем, более глубже, как мне кажется, я, конечно, не знаю точно, но мне кажется, средства, может быть, можно было как-то государство тратить на медицину немножко по-другому. Я, конечно, ну, так скажем, не работаю сейчас в государственной медицине, но какие-то отголоски, так сказать, реформ доносятся, и мы же, конечно, с коллегами обсуждаем некоторые эти вопросы. Конечно, не мне судить, но я думаю, что за частной медициной, я не скажу будущее, но она будет развиваться. Она будет развиваться. Причём, я думаю, что будет развиваться частная медицина, которая не связана с государством финансово. Именно. Да. Спасибо большое, Дурат Юшеевич, у нас был в студии. Спасибо большое.